Эта простая операция, поворот газовой задвижки, приносит тепло в миллионы домов по всей России. 25 лет для «Газпрома» не просто юбилей, а опыт успешной работы в сложнейших условиях. Сибирь, Дальний Восток, Заполярье. Этим людям, кажется, всё по плечу. В 90-е годы, когда бюджет страны трещал по швам, именно «Газпром» стал настоящим спасательным кругом для многих отраслей. Тарифы и цены ниже рыночных позволяли выживать целым предприятием. А ведь вопрос тогда стоял, сохранится ли сама компания в качестве единой структуры. Мы с вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над этой компанией. Она без преувеличения является системообразующей для экономики. На протяжении очень многих лет, когда в 90-е, в начале 2000-х годов экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на «Газпроме». За четверть века изменилась и страна, и «Газпром». Российский гигант сегодня на первом месте среди 250 ведущих мировых нефтяных и газовых энергетических компаний мира. Он обеспечивает значительную часть бюджетных доходов. 151 месторождение. Цифра говорит о многом. Я сомневаюсь, чтобы какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети. В хорошем смысле этого слова. Вы присутствуете в 34 странах мира, где активно работаете, где у вас очень много партнеров и друзей. Поставляя значительную часть доходов бюджета, именно и прежде всего за счет своей экспортной составляющей. Я вас и всех сотрудников «Газпрома» поздравляю и с результатами, и с юбилеем. «Газпром» располагает самыми крупными запасами газа в мире. Более 17% мировых запасов газа. Созданы новые центры газодобычи на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Притяженность магистральных газопроводов «Газпрома» в настоящее время составляет более 170 тысяч километров. Это самая протяженная газотранспортная система в мире. «Газпром» завоевал более 35% европейского газового рынка. Такого не было никогда в истории. В прошлом году компания поставила на экспорт свыше 194 миллиардов кубометров голубого топлива. «Гигант» открывает все новые рынки. Уже построено почти полторы тысячи километров трубопровода «Силы Сибири». Это примерно две трети всей протяженности. И в следующем году газ пойдет в Китай. Одновременно «Газпром» меняет и облик российских регионов. И речь не только о газификации. По телемосту президенту показывают новые спортивные центры, выстроенные «Газпромом». Вот физкультурно-оздоровительный комплекс в Комсомольске-на-Амуре с 25-метровым бассейном, тренажерным залом. Есть где играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Все условия созданы для спортсменов и в небольшом поселке Кантемировка в Воронежской области. В предвкушении хоккейные команды в другом поселке, Суземка, недалеко от Брянска. До сегодняшнего дня они занимались на старой ледовой площадке. Максимально ускоряемся в каждом выполнении упражнений. Понятно, ребят? Да. Все, поехали. Эта зима выдалась слишком теплой, тренировки пришлось отменять. Именно поэтому мальчишки с нетерпением ждали, когда откроют ледовый дворец. А сколько стоит такое сооружение? 430 миллионов. Так быстро вы создали этот комплекс? Построили? Два года, Владимир Владимирович. Быстро. Воспитанники детской школы верховой езды в Курске тоже получили возможность заниматься любимым делом благодаря «Газпрому». Они уже уверенно чувствуют себя в седле и готовятся к соревнованиям. Программа «Газпром детям» подарила многим регионам спортивные и культурные центры. Хочу вас поблагодарить и попрошу передать самые наилучшие пожелания всем, кто работал над созданием этих объектов. Я знаю, что вы делали это не только по моей просьбе, но и всего того, что компания и руководство компании поддерживает детский спорт, поддерживает целенаправленность, на системной основе. И прошу вас, эту работу не оставляйте. В государственном Кремлевском дворце сегодня праздничный концерт. Продолжение следует...